Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый тур ЛЧС матчем Сейн Девилс против Альянса Сейн Девилс пятая строчка, две победы и одно поражение СТД проиграли пока лишь только Арсеналу Что наверное не так уж и стыдно и никакого креста на команде не ставят В их амбициях забраться в этом сезоне далеко, как минимум повторить достижения прошлого сезона Что касается Альянса худшая команда чемпионата на данный момент У Альянса я вам даже так скажу Нет, они забили все-таки в третьем туре, всего три забитых Но разница забитых пропущенных минус 20 И они сейчас попытаются все-таки первые очки в этом чемпионате взять Команд, которых очков пока нет Две это Альянс и Фулл Фридом Напомню вам, в прошлом чемпионате тоже у нас две были такие команды Это Это Керсет Сан и Спешл Форсес На самом деле это была такая неплохая, знаете ли, интрига С этими очками, которых не было ни у кого Но я надеюсь, что все-таки Фулл Фридом Альянс Это практически участники плей-офф прошлого сезона Фулл Фридом точно, Альянсу немного не хватило Смогут прийти в себя Состав Альянса Голберг и Лода В нападении Голберг и Лода В нападении в опоре Азам Против них Сэн Невилс Просто Халк для Диар Сэн Пингвин Тут все более привычно Привычный состав У Альянса все плохо достаточно С составом совсем не похож на тот, что был в прошлом сезоне Ну этим, наверное, обусловлена 16-я строчка команды в турнирной таблице Разумеется, СТД бешеный Безумный фаворит этого матча Опасная атака Дядя Арсен с Пингвином Попытались сдвоиться, но сдвоились слишком Так что уж прям в линию начали входить Ну ничего Бывает, наверное В СТД, я думаю, таких моментов сегодня будет еще много На что надеется Альянс пока сказать очень сложно Красич в нападении И Брагимович Ой-ой-ой-ой-ой-ой Голберг чуть сайворота не закатил Голберг весь прошлый сезон, по-моему, МЛЧ отыграл Ну вот сейчас Альянсу очень нужны были игроки Он пришел Азам, Азам Ну не знаю, тут ли это Азам, что с инсепшеном играл Очень давно, да Ну может быть, это и он Но я думаю, кондиции уже не те И магии нет, правда Голберг Мяч в угол к себе отбрасывает Мяч у борта Пингвин против Голберга Ну старается СТД раскатать пока оборону Альянса Не особо получается Но время еще есть Азам здорово подключается к атаке Здорово мяч в угол чужой отбрасывает Еще раз Альянс в нападении Это, знаете, скажу я вам Не такая уж и частая картина Лода подзавис Отвис идет обратно Может позиция даже ему это и пригодится А может и нет Голберг счет открывает 1-0 1-0 В этом матче Голберг Голберг Пытается сенсацию для нас с вами сотворить Опять же просто Халк на карточке нападающего Я целую речь выдвинул по этому поводу на прошлом матче Так что повторяться не будем По поводу Халка Все ситуации с ним Халк от борта поднял Попробовал вперед прокинуть Пингвин По борту Азам Азам Не так уж и плохо сегодня, правда? Уже несколько очень интересных передач он выдал Вот сейчас опять пас обратно на Азама Перед Азамом Немало было пространства Он им воспользовался Пауэршот тоже прошел Слушайте Интересно Как-то так он такие пасы выдает Азам Не знаю Как-то он вот Так умудряется Ладно Голберг Попробует продавить ближний угол Арсен никуда не торопится Арсен испугался уже, наверное Игры своей команды Игры Альянса сегодняшней Альянс 4-3 в прошлом туре проиграл По-моему, на самых последних секундах Команда победы упустила Чикаго Булл стали творцами той неожиданной победы Которая вроде бы уже складывалась В ничью В ничью матча тот складывался Лода Ну, Лода не так уж хорош, разумеется Азам Азам очень осторожен Азам Азам интересно, конечно, играет Интересно, очень интересно Подозрительно интересно Пасы какие-то даже хорошие выдает Халку надо чем-то отвечать Пора чем-то отвечать Пингвин Классный пауэршот Прямо на дядю Арсена А дядя Арсен проспал эту передачу На дальнюю штангу От борта поднимет Осторожно Арсен мог бы отдать на Халка Не отдал В результате чего Халка 1 против 2 напов Это сложно Это сложно Азам Достаточно простая ситуация Отдает в борт Лода Халк Халк Попытался выйти из обороны Здесь его вдвоем Напы накрыли Страшно Страшно, наверное, стало Пингвин От борта Опять поднял Попробовал выдать передачу Здесь Роналдо, конечно, красичи Обогнать должен Ну, то что СТД Очень неплохо начали Имели несколько моментов Но после пропущенного гола Такое впечатление, что Не проснулись, не активизировались А наоборот Уж стали так бояться За результат этого матча Что Появилась какая-то нервозность В действиях абсолютно Всех игроков на поле Дядя Арсен Попробовал от борта Не получилось сыграть Здесь Сдваиваются СТД пытается просто затолкать Просто продавить Просто сделать этот гол На продавке Пингвина с дядей Арсеном Которые вроде как, наверное, и знают Как к мечам обращаться Вроде как и знают Как заставить его лететь быстро Ударом двух шаров Да Знают Лода Лода пытался выносить Опять ничего не получилось А зам сегодня крепко очень стоит На воротах Выдает очевидные пасы Которые приходятся Как нельзя кстати К тому, что сегодня Альянс делает И первый темп постепенно К концу подходит Вот здесь Арсен Мог попробовать пробить В ближний угол Не получилось Арсен Еще, еще, еще атака Может ближний Нет Пингвин Дядя Арсен И опять Опять неплохой эпизод И совсем немножечко не хватает Эммм Немножко не хватает СТД Для того, чтобы гол забить Не хватает Напа на своем месте Да, вот Который завершающий удар Был бы нанести 1-0 После первого тайма Альянс Может Скажу я вам Может сегодня может и победить победить так кто бы мог подумать да кей азам молодец азам виден видимо помнит каково это играть каково это тащите запор в лиге чемпионов вот вспомнил и сейчас-то очень-очень пригождается конечно альянсу хорошо бы начать этот второй тайм уже побыстрее чего тут стады не знаю они могут сказать друг другу чего они могут друг другу сказать такого чего они не знают первый сезон полностью отыграли вместе должны за взаимопонимание должно быть уже на высоком уровне я бы на их месте просто бы взял знаете скинулся всей командой на карточку просто халку ну хотя бы пол защитника 0 вратаря хотя лучше пол защитника вратарем будет тяжеловато халку играть он иногда теряет позицию может даже часто теряет позицию за счет карточки нападающего конечно он эту разницу в потеря нивелирует но на карточке вратаря будет это сделать сложно так что скинуться на серебряный бустер купить его и там точно будет какая-то карточка и но если синклер то обидно любая другая наверное будет приемлемой для стд потому что ну и просто халк в том числе пропустил по центру до маленькая маленький шар у него радиус шары соответственно гол был пропущен голберг в одиночку вы практически сделал поборолся штрафной халк ничего не мог этому противопоставить даже помощь лода была не нужна ну давайте поторопим уже команды все таки пора играть вперед но я даже не знаю за кого поболеть full freedom может по итогам этого матча оказаться единственной командой которая единственной командой которая не имеет очков пока в своем активе ну кстати full freedom и не играл пока еще своего матча четвертом туре с арсеналом но можно сказать что не будет очков у них валянца кстати следующем туре игра с full freedom если уж сейчас стд совершит камбэк то следующем туре очки точно кто получит в следующем туре со стронгом игра непростой такой выезд да но тем не менее вполне вполне решаемая проблема решаемая задача для команды не знаю даже чьей кто там уж капитан то бы стд наверно просто халк все таки долго 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 очень 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 долго все это происходит стд вроде уже готовы арсен григоя в опору плохая идея арсен вот я согласен с просто халком не часто такое бывает на сейчас согласен думаю дядя арсена опора это явно не его явно не его надо продолжать искать счастье в том что делает командой просто делать это немножечко правильнее от напов тоже многое зависит понятно все таки с альянсом сегодня игра и тут и напами наверное тоже можно одними напами можно выиграть правда куда-то голдберг у нас исчез куда-то исчез где он был теперь его нет на улице дождь барабанит по крыше но у нас на поле сухо да хотя может быть кто-то и скользит по полю вполне вполне такой вариант возможен начинаем второй тайм стд против альянса стд против альянса 1-0 после первого тайма стд должны брать инициативу в свои руки должны показывать кто хозяин в этом чемпионате и какая команда тут не меняла свой состав с первого сезона и дошла до полуфинала лиги чемпиона просто халк дает в борт прошлом туристы да чуть арсенал не обыграл сегодня все наоборот для них уже складывается сами стд в роли фаворита аутсайдеры матчи альянс что-то пока сенсацию творят на поле дядя арсен дядя арсен поменял видимо карточку играет сейчас на карточке полузащитника дядя арсен быстрее стал не такой толкучий но быстрее халк халк пытается пробить оборонительный редут альянс которые сегодня весьма неплохо выглядят и даже они весьма неплохо выглядят за счет азама который сейвы творит в воротах в общем из ворот он никуда и выходить не собирается не собирается выходить комфортно себя в них чувствует и сейчас вот опасно опять втроем уже выходили на чужие ворота габболисты сэндевилс арсен продавливает ближний угол продавливает азама голберг наверное мог бы все-таки подстраховать но этого не сделал этого не сделал все таки халк хорошая передача арсен идет за 21 и получается у него пауэршот но угол был совсем не тот и азам даже не испугался дернулся но не испугался арсен в атакующем позиции по отношению к ротам находился тоже опасно голберг обыгрывает пингвина халк возвращает мяч в нападение пингвин попробовал пауэршот неплохой сделать но сложный очень очень сложный он у него соответственно не получился арсен давит лоду арсен хороший пас на дальнюю штангу здесь просто хак мне кажется немного даже помешал пингвину помешал чуть сейчас свои не пропустил будь там не красить а хотя бы знаете серебряный полузащитник все могло бы быть по-другому совсем по-другому проигрывает борьбу арсен что же ты делаешь халк тоже куда-то убежал вперед и команда идет за победой но как бы альянс ее сейчас не украл со счетом 21 опять не выйдя вперед и опять очень опасно привозит себе стд на ровном месте халк опять опять как-то неправильно действует был открыт борт нужно было сразу передать и что-то он затянул арсен будет искать опять счастье в продавке ближнего угла я думаю голберг уже наученный горьким опытом сейчас рисковать особо не будет в борт проходит халк опять вы посмотрите что творится зам неплохо страхует сзади неплохо возвращает мяч вперед ну как он поднимает слушайте ничего себе чего себе очень все выглядит слишком хорошо слишком круто это все выглядит надо бы его просить история активности своей скинуть после этого матча ну после матчей попросим азам борта хорошо поднимает но здесь все закрыто игроками стд ближний может пробить ближний по моему открыт был азама перекрывал он как раз передачу две минуты остается до конца этого поединка халк очень активно помогает своим напом не знаю насколько это действительно помощь потому что за спиной ему много чего залетает вот сейчас арсен арсен еще один два в один попробовать развернуться может быть даже пас отдать назад на халка но это совсем смело очень сильно рискует стд очень сильно рискует команде сегодня ну не в каком виде не нужно одно очко нужно только два хотя помнить о том что у нас теперь за победу два дают а ничья тоже очень важная вещь об этом надо помнить это целая половина победы ничья по очкам лода опасно голберг оказался очень неплохом положении ой-ой-ой лода супер момент у чужих ворот абсолютно пустыми ворота были лода не попал лода не ударил даже так скажем там попадать было нечего сто процентов гарантия что если бы лода ударил бы по мячу это был бы гол это был бы гол ворота были пусты и стд каким-то чудом избегаясь сейчас счета 21 конечно будет отскок стд если они забьют сейчас азам вытаскивает мяч из ближнего угла не самый сильный удар но неожиданный стоит отметить халк халк ой-ой-ой но халк все-таки привез свой гол он очень долго этого хотел очень долго этого жаждал и 21 просто халк ну прям напрашивался на этот гол ну вот прям очень сильно да и все в порядке с стд и сейчас какая-то фигня творится вот арсен в опоре до 16 секунд есть на то чтобы спасти этот матч быстрый пас арсена неплохой пас арсена халк ближний ну кто в ближний проходит с такой карточкой 22 сейчас игрока альянс всего на поле но я думаю что до дефит уже альянс до дефит альянс 21 в пользу альянса вот такая вот победа сегодня команды команды просто халка вот так вот можем констатировать факт победа альянса первая в этом чемпионате очень обидное поражение для saint devils уже второе но команда виновата сама альянсу даже особо ничего делать не пришлось они просто смотрели стояли ждали пока стд привезет себе сам стд и привез он сходит с последнего места в таблице получает свои очки теперь очков нет только у full freedom а спасибо всем за просмотр продолжать смотреть лигу чемпионов четвертый тур продолжается всем пока